Всем привет! Сегодня на канале новинка, потому что я решил взяться за классику, можно сказать. Это Canon FD70-210 F4. Объектив, который я выбрал, ну я думал, что же взять мне на обзор из FD. Я думал полтинничек там 51.8, я думал 28.1.8. И посмотрев так по другим обзорам, поискав информацию, я понял, что полтинничек 1.8 будет предшественником обычного полтинничка, и ничего интересного я там не найду. 28, а, или 2.8, я не помню. 28 как бы интересно, но фокусное само по себе скучное, неинтересное. То есть объектив нестандартный, типа старый, древний. Но я решил, а что я с ним буду делать. А вот телевичок, потому что это круто, потому что у меня нет полнокадровых 200 мм. То есть мне вот нужно заполнить, можно сказать, дырку. У меня есть 135, у меня есть 300 мм, а 200 мм на полном кадре нету. Вот это проблема, понимаете? Нужно заполнить, скажем так, все фокусные. Хочу сказать, что у меня когда-то давным-давно был 7200 f4L, EF. То есть мне есть чем сравнивать, я знаю, как снимает более новая оптика. Этот объектив 1980 года, этот объектив старше меня. И знаете, вот по нему очень мало обзоров в русскоязычном интернете, да и в англоязычном. Не, ну на английском есть, но отзывы очень смешанные. Потому что некоторые пишут, что это прям изюминка. Это он очень сильно недооценен. На свои 25 долларов он так резко и круто снимает, что прям невероятно. А стоит он сущие копейки. И ну было интересно, так это или не так. Потому что на форумах читаешь, и такие смешанные отзывы кто-то пишет, типа, да не, лучше купите 55-250, вот кропнутый. Я их, кстати, сравнил. Дешевый объектив, кропнутый, но с автофокусом, со стабом, более новый. И все равно относительно недорогой. То есть я вам расскажу просто в чем их особенности. Понятно, что есть дорогая оптика с автофокусом, вот 135-ка, с которой, ну, бодаться они, ну, скорее всего не смогут. Увидеть еще чуть позже. Но в низкой бюджетной ценовой категории, как бы, ну, вот, можно ли это вообще рассматривать? Вот такую вот штуковину, которая намного-намного древнее Canon R5. Представляете, разница между этими вот штуковинами? Объектив и камера разница в 40 лет. Объектив, естественно, без автофокуса. Это FD. Есть еще FL-Bnet, который был выпущен еще задолго до FD. Там, по-моему, 10 лет разница между ними. И они, кстати, подходят один к другому. Потому что, что еще я прикольное сделал, я заказал на Алиэкспресс переходник FD-LSR. И с переходниками тут есть нюанс. Потому что именно беззеркалочки, о чем постоянно трещали о камерах Sony, там, на убогой Micro, ну, на недосистемах всяких. Что, мол, на беззеркалке можно комфортно ставить различную ретро, там, винтажную оптику. Потому что, посмотрите, в чем проблема. FD-оптика, у нее короче рабочий отрезок, чем EF. Потому что здесь я в руках держу EF-адаптер для беззеркалок. Если присмотреться, видно, что он, ну, буквально на несколько миллиметров длиннее, ну, или толще, кому-то нравится, чем FD. Это означает, что вот это расстояние переднего рабочего отрезка у них отличается. Короче, если вы захотите адаптировать FD-оптику на зеркалке Canon, то там в переходнике должна быть установлена линза. И это уже полная лажа, потому что из-за этой линзы будет страдать качество изображения. Хочется переходничок, чтобы можно было сделать вот так, чтобы он никак не влиял на картинку. И с беззеркалками именно это возможно. То есть, теперь вы можете на Canon беззеркальный ставить переходничок вот такой. Я оставлю на него ссылку в описании. На Алиэкспресс стоит сущие копейки. И вот так вот чпок. И нужно еще попасть, правда, тут не все просто. Вот. И у нас FD-объектив без линзы сразу же на беззеркалочке работает. И вот такой вот у нас получается тромбон. Кстати, вот этот механизм зуммирования называется помповый. То есть, вы для того, чтобы приблизить и отдалить, делаете вот так. Точно так же, как и на первой версии 100-400 Canon. В комплекте к этому объективу, мне еще пришла, на барахолке его купил, пришла вот такая замечательная бленда с фильтром. Но тут фильтр в таком состоянии, что я ему дико поцарапанный. То есть, я им вообще не пользовался. Но в качестве крышечки вполне юзабельно. То есть, можно вот так накручивать и получаете крышечку. Ну, или отдельно накручивать бленду. Ну, потому что бленда все-таки не помешает. А крепление для нормальных блендов, вот я вам сейчас покажу. Здесь, смотрите, диаметр 58 мм. То есть, я вот сейчас могу взять сколько? А, здесь тоже 58 на 55-250. И от него бленда почти что подходит на этот объектив. Но, вот смотрите, но она спадает. То есть, если поставить на штатив и снимать, можно. Но ходить с этим нет. Если сильно потрясти, она отпадет. То есть, современные бленды на этот объектив, ну, вот только в таком варианте, ну, кстати, это неплохой вариант. Просто нюанс вот таких бленд резиновых, что они недолговечные. Рано или поздно они рвутся. У меня были такие бленды. Но тут, ну, или резиновую, или металлическую, но главное, которая вкручивается в объектив. Потому что вот эта бленда, я же говорю, вы сейчас видите, что она тут стоит, но чуть-чуть вот приложил усилие, и она уже спадает. То есть, это не совсем вариант. Ну, опять же, если у вас есть 55-250, то вот для очень аккуратненько поставить на штатив и снять, можно пользоваться и такой блендой. Еще с этим объективом мне пришел адаптер на Fujifilm FD-FX. То есть, я, ну, купил на бархолке вместе с вот таким адаптером. Но его можно купить и на Алиэкспресс, будет еще дешевле. Тоже оставлю ссылку в описании. То есть, можно на Fujifilm адаптировать. Но сразу вам скажу, на кроп занятие неблагодарное. Фотки у меня были жутко мыльные, и возвращаться к этому я не хочу. Потому что, касательно этого объектива, главный вопрос, а резкий ли он? Потому что мне вот в комментарии человек написал, безумно резкий, купил за 30 евро, дико счастлив и вообще супер-пупер. Похожие отзывы я читал на форумах. Причем, кто-то пишет безумно резкий, а кто-то пишет мыло. И вот как в этом всем разобраться? Это все-таки мыло он или не мыло? Я вам скажу мое мнение, но он может быть резким. То есть, мое ощущение, что скорее мыло, но при некоторых ситуациях он может быть резким. Вот так вот, понимаете, как хотите. Но я вам сейчас позже просто покажу на примерах и объясню, почему я это формулирую именно так. Но давайте пройдемся по конструктиву. Смотрите, на переходничке у меня есть переключатель диафрагмы. Если его поставить вот так вот посередине, если вы начнете крутить кольцо диафрагмы, то она ни на что не будет влиять. То есть, не будет переключаться. А вот в положении OFF, тогда диафрагма уже будет работать. Там внутри есть рычажок, который блокируется вот этим вот колечком. Надо иметь в виду, важный нюанс. Здесь, по-моему, около 8 лепестков диафрагмы. Но по факту на закрытых диафрагмах бокашка очень мягкая. И бокашка у этого объектива, это его реально сильная сторона. То есть, он дает вот именно объемный, классный рисунок, полнокадровый. Я вам скажу сразу, вот 70-200 F4 EF. Он, ну, по рисунку примерно то же самое. То есть, я не хочу топить за то, что здесь какое-то особенно винтажное боке. Оно такое же достойное и хорошее, как если вы купите современный объектив 70-200 F4. Просто вот эта штука у нас стоит значительно дешевле. А бокашка такая же. И это приятно. Снимаю себе на Canon FD 70-200 F4 на 135 мм F4. И обратите внимание вот на эту стоечку. Она нужна для того, чтобы настроить фокус именно по лицу. Потому что это довольно сложно в мануале, если вы это делаете самостоятельно. И она еще нужна не только для фокуса, но и для кадрирования. Потому что я вижу высоту, по которой мне нужно строить кадр. Потому что камера стоит от меня на расстоянии около 5 метров. И настроить это дело вот так по наитию, ну, нереально. Я уже пробовал. То есть, вот стойка решает реально проблему. То есть, настроить на себе фокус с мануальной длиннофокусной, еще и относительно светосильной оптикой. То есть, грипп здесь, ну, вот сделаешь вот так вот, уже из гриппа выпадаешь. То есть, фон оно размывает хорошо, даже несмотря на то, что это F4. И мы сравним с Canon 135 мм F2. Но я его закрою до F4, чтобы все было честно. Теперь герой обзора у меня в руках. Ну, стойку я оставлю для того, чтобы был какой-то референс, чтобы вы могли сравнить просто до и после. Единственное, что так как я себя снимаю на улице, то солнце то заходит, то выходит из-за тучек. И получается, что по свету картинка будет отличаться. Увы. Ну, все равно бокешку можете сравнить. То есть, и там, и там F4, и одинаковое фокусное расстояние. Я все-таки решил включить режим уничтожаем фон в хламину. И сейчас дырочка F2.0. И можете сравнить, как размывается фон при F4 и при F2.0 на таких фокусных расстояниях. Естественно, F2.0 дает вам совсем другой результат. Ну, и стоит этот объектив чуть-чуть побольше. А сейчас мы посмотрим, что же нам даст 210 F4. Теперь на 200 мм F4 снимаю. В руках у меня 135.0. Как видите, этот объектив побольше и потяжелее. Но, учитывая то, сколько стоит этот объектив, картинка мне очень нравится. При условии, что вы попадете в фокус, но для этого есть волшебная стоечка. То есть, к нему в комплекте нужно купить стойку. А стойка стоит, ну, нормальная. Примерно, как весь этот объектив. Но, во всяком случае, на фотике мне картинка очень понравилась. То есть, благородно размывает фон. Приятная бокашка. Причем, она здесь приятная как на 70 мм, так и на 210. На любых фокусных диафрагмах с бокашкой у этого объектива все в порядке. Есть вопросы к резкости. Ну, а чего вы хотели, как говорится? Я решил сделать еще один тест. Сейчас я снимаю на кропнутый 55-250. Фокусное расстояние 135 мм. И на этом фокусном диафрагма f5.0. Можете оценить размытие, рисунок и все такое. Потому что, ну, чисто ради любопытства, чем будут отличаться полнокадровые 200 f4 или кропнутые 135 f5.0. Теперь я снимаю полнокадровое видео 210 мм f4. Покажу вам, наверное, бок о бок, чтобы можно было сравнить. Потому что вот этот объективчик, ну, он реально меньше, легче. Ну, это здесь больше зума, автофокус, ну, в общем, все такое. А разница в боке, ну, она должна быть. Тот объектив, честно говоря, мне нравится больше по картинке. Там вот реально видно вот этот полнокадровый объем. Насколько он реально есть или его нет, вы можете сейчас видеть на этом тестовом видео. Причем до камеры, ну, расстояние метров 7 примерно. То есть, далековато, но чтобы себя снимать на 200 мм по пояс, нужно некоторое расстояние. Этих объективов есть много различных вариаций и модификаций. То есть, у меня FD, но есть еще Vivitar 70-200 3.5. Есть еще Tamron с похожими фокусными. Canon потом выпустил EF-версию. Есть еще FD-L тоже с похожими фокусными. Но мы говорим именно конкретно об этом объективе. Потому что можно в них всех копаться бесконечно долго. Но я буду говорить об этой модели, которая позиционируется на форумах как недооцененная. И типа там все так круто на ваши несчастные 25 долларов. Я считаю, что нет. То есть, я у него нашел сильные стороны, но доля разочарования тоже присутствует. Давайте глянем, что у него с резкостью. Смотрите, вот здесь это примерно 135 мм. На открытой на F4 приближаем на 100%. И картинка вот она мутная. То есть, я не могу сказать, что прям мыльная, не мыльная. Но резкость не блещет на открытой диафрагме. По углам так точно. По центру вот она такая вот мягкая. Я, конечно, смотрю эти фотки на R5, где разрешение очень немаленькое. То есть, вот у нас 45 мегапикселей. Но я вам хочу сказать, что если вы возьмете камеру, где меньше мегапикселей, картина сохранится. Просто здесь недостатки больше проявляются. Но и на 20 мегапикселях они никуда не исчезают. Здесь у нас F5,6. То есть, с закрытием диафрагмы, он, конечно же, становится еще чуть-чуть лучше. Но вот эта мутность, она сохраняется. F8. И на F11 детализация действительно уже очень приличная. Причем даже по краям. Но если мы вернемся до F4, то вроде как ничего, но мне не заходит, честно говоря. И видим, что есть ощутимое винетирование. Я вам сейчас покажу для сравнения кадр на Canon 135 мм F2. Кстати, этот объектив 96-го года, тоже далеко не новинка. Но эта L-ка, он намного дороже, понятно. То есть, это не такое честное сравнение, но просто, чтобы понимать как референс. Потому что очень важно, с чем вы сравниваете. Обратите внимание, здесь F2, то есть, это более открытая дырка. Но на F4, оптика с F4 обычно лучше себя показывает. И видно, что на F2 он уже выигрывает у этого объектива с F4. Причем разница, ну, посмотрите на переход. Вот здесь серая зона и светлый кирпич. Дело не просто в резкости, а в том, что он низкоконтрастный. То есть, то, что пишут на форумах, что этот объектив контрастный, это просто бред. Вот, 135-ка, это контрастный объектив. И я думаю, что разница вам должна быть хорошо заметна. Но даже с открытой уже видно, в чем они отличаются. Если закрыть, сейчас я вам показываю и там, и там F5 и F6. И здесь отличие уже действительно разительное. То есть, слева вы видите действительно резкий объектив, причем очень резкий объектив. А справа вы видите винтажный объектив. Ну, нельзя сказать, кстати, что он прям так уж совсем уходит в мыло. Но восприятие резкости, оно же дело не только в детализации, которая у него, очевидно, слабее. Но еще в микроконтрасте. И здесь, ну, вот посмотрите, как видна текстура слева и как видна текстура справа. И кто, на что привык снимать. Потому что я привык снимать на оптику вот типа как то, что вы видите слева. И после этой картинки мне, как фотографу, вот это вот кажется просто мылом мыльным просто. Хотя, ну, знаете, если вы привыкли снимать какой-то на пластиковый кит затычку, то это покажется вам даже очень и очень. Особенно, если закрыть. Давайте вот сейчас сравним на закрытых. То есть, 135 на F8. Хотя можно было и не закрывать. Там уже с F4 резкость вот такая, как вы видите. Ну, допустим, вот края вам покажу. То есть, FD. Справа у нас сейчас FD объектив. Сейчас я масштаб сохраню. Он на F11 уже довольно приличный. То есть, посмотрите. Ну, тут еще, кстати, разница еще в чем. Что справа на фотографии чуть-чуть вышло солнце. И за счет более контрастного освещения картинка уже больше заиграла. Освещение играет очень большую роль. Слева у нас фото в тени. То есть, разное освещение. Уже контраст воспринимается по-разному. Но по детализации, давайте вот еще здесь приблизим. Все равно. Ну, то есть, он хороший на F11. Но до 135. Вот, допустим, вот мы на эту вот часть посмотрим. Вот. Посмотрите, как это выглядит на действительно очень резком объективе. И как это выглядит на винтажном объективе, который называют резким. Ну, то есть, он, ну, на F11 он нормальный. Он уже не мыльный, в моем понимании. Но прям супер резким я бы его не назвал ни на каких диафрагмах. Но опять же, с чем вы привыкли сравнивать и тоже на какую камеру вы снимаете. Потому что, если у вас камера, я не знаю, ну, на 20 мегапикселей, то разница, она не будет так сильно бросаться в глаза. Ну, понятно, что не пропорциональной стоимости. Поэтому человек, заплативший 25 долларов, может до бесконечности себя убеждать, что у него самый резкий объектив в мире. Это не так, но за свои деньги, как всегда, вот это главное оправдание, за свои деньги. Следующее сравнение будет на кропе. Причем на кроп я уже на этот раз надел дешевый объектив 55-250 через адаптер на Fujifilm. Обратите внимание, вот как на тест влияет освещение. То есть, насколько контрастнее выглядит картинка, когда вышло солнце, и какой она выглядит плоской, когда солнце зашло. Это на тему восприятия резкости тоже очень немаловажный фактор. Для чистоты эксперимента я дождался одинаковой погоды. И там, и там у нас контрастное освещение, как раз которое лучше всего для тестов, потому что при нем максимальная детализация, воспринимаемая нами. И видно, насколько сильно она отличается по резкости на кроп-камере. То есть, посмотрите, EFS дешевый объектив. Это уже дешевый объектив. То есть, этот объектив сливает по резкости, как дорогим объективам, так и дешевым, но более современным. Ну, здесь f4, здесь f5.6, и там, и там это максимально открытая диафрагма. А вот если снимать на f11, то он уже реально, даже на кропе, смотрите, уже выравнивается с EFS объективом. То есть, на закрытой диафрагме действительно демонстрирует хорошую резкость. И я вот сейчас даже сам удивился, даже на кроп-камере с 26 мегапикселями, которая, ну, больший вызов представляет. Видно, что по цвету они отличаются, потому что Canon не холодит. И там, и там у нас Canon. Просто справа у нас более современный EFS объектив, а здесь у нас более старый FD объектив, который на f11, по сути, сравнялся по детализации с кропнутым, на кроп-камере. Это прикольно. Давайте вернемся к полнокадровым фотографиям. Все-таки это полнокадровый объектив на 70 мм, на f4. Вот у нас на открытой. При таком ярком освещении это даже выглядит более-менее даже на f4. Закрытием диафрагмы, конечно же, ну, на f11 он уже становится действительно резким даже на r5. Вот так. И при таком освещении видно, что тут все хорошо. На длинном конце, на 210 мм, на r5. Так, смотрим. Да, винетирование есть. Я выдержка, смотрю, какая диафрагма. В принципе, здесь он даже на открытой выглядит довольно резким. Как ни странно. То есть, меня это скорее удивляет. Закрывая диафрагму, резкость повышается. И даже по краям, смотрите, еще раз на f4. Но на f4 края, понятно, не такие хорошие. Но на f11 он точно резкий. Это да. Еще вот вернемся к фотографии на 210 мм. Видна дисторсия подушкообразная. То есть, линии у нас вогнутые. Видите, она прогибается, как бы эта линия. Когда вы снимаете на широком угле, на 70 мм дисторсия бочкообразная. То есть, линии у нас выгнутые. И если снимать кирпичную стену с 3 метров, то это заметно. То есть, дисторсия здесь, ну, присутствует. Относительно немаленькая, скажем так. Ну, еще фотография так, чтобы оценить резкость. Здесь, по-моему, у меня сейчас, я даже не знаю, какая диафрагма. Ну, знаете, вот выглядит, вот здесь это выглядит мягко, например. Чуть-чуть намек на хроматику есть. То есть, видно, что тут чуть-чуть желтая, тут чуть-чуть фиолетовая на окне. Но она больше, вот восприятие резкости, оно зависит еще от микроконтраста, который у этого объектива низкий. То есть, он, ну, да, он может быть резким, но все равно, так в целом, ну, мной лично он не воспринимается как резкий. Еще один нюанс. У этого объектива довольно выраженный эффект дыхания фокуса. Ну, для киноделов, кому важно. То есть, вы, когда изменяете точку фокусировки, ощутимо он у вас зумит при этом. То есть, масштаб не сохраняется. Смотрите, он весь сделан из металла. Давайте его сейчас взвесим. 654 грамма. В интернете пишут, по-моему, 620. Но он нелегкий, то есть, не тяжелый. Ну, примерно, знаете, вот сопоставим со... Ой, подождите. Сопоставим со 135. Ну, чуть-чуть тяжелее, но нелегенький объектив и немаленький. Но, с другой стороны, в руках ощущается очень приятно. Гораздо приятнее и мощнее, чем вот этот пластиковый 55-250. То есть, по ощущениям прикольно. То есть, вот именно по ощущениям в руках он дороже, чем у своих 25 долларов. То есть, да, вы чувствуете металл, стекло, приятный вес. Просто потом вышла EF-версия, которая, в общем-то, насколько я понял, примерно такая же оптическая, только с автофокусом легче и в пластиковом корпусе. Но на барахолках я их не видел. То есть, это все то появляется, то исчезает, смотря что он попадется. Хотя я его... Вот этот же объектив на Амазоне я его видел почти за 100 долларов. И 100 долларов он не стоит точно. Это вот я вам точно могу сказать. Слабые места этого объектива, это не просто то, что он мануальный и не совсем резкий. В том, что здесь еще и нет стабилизатора. И для этих фокусных расстояний без автофокуса это важно. То есть, знаете, вот я еще по какому поводу бомбит, когда мне рассказывают, вот матричный, магический, не матричный, магический стаб нужен, чтобы использовать мануальную оптику на современных тушках, и у вас будет стабилизация. Вот у меня как раз этот самый пример. У меня Canon R5, отличный матричный стаб, куда уже даже круче. Причем, в чем нюанс с зумом? Что вот эта комба работала, вы заходите в стабилизацию, и вам нужно выставлять фокусное расстояние. То есть, вы снимаете на 200 мм, ставите 200 мм, снимаете на 70 мм, зайдите в менюшку, поставьте 70 мм. Ну так, небольшой нюанс. Но дело даже не в том, что нужно выставлять руками под матричный стаб, а в том, что матричный стаб с такими фокусами работает гораздо хуже, чем оптический. То есть, вот на этот объектив можно легко снимать видео с рук. Вот, 70-250. То есть, с позиции функционала он гораздо удобнее. И процент, понимаете, в чем проблема с резкостью на этот объектив? Что с ним очень высокий процент брака. А процент брака здесь по трем причинам может быть. Первое. Снимайте на открытой, но если вы фотографируете, то он мыльный, потому что у него низкая разрешающая способность на открытой. Второе. Мануальный фокус. Если, ну как, на F11, конечно, проще попадать, но все равно. Мануальный фокус на телевике, разброс, ну, гриппа, он присутствует. И, ну, если вы еще на открытой снимаете, то вот небольшое движение вперед-назад, и у вас уже выпадает объект из гриппа. Ну, и третье – это стабилизация. То есть, дрожание ваших рук, все-таки это телевик, может тоже повлиять на стабилизацию. И матричный стаб, он, ну, я главным образом на видео тестировал здесь с R5, потому что этот объектив для видео гораздо интереснее, чем для фото. Так вот, на видео вот он иногда помогает, иногда нет. Вот как повезет. И у вас, опять же, тоже получается процент брака, потому что вы снимаете вот на объектив, где есть оптическая стабилизация, он стопудово будет все не дрожать. То есть, у вас какой-то был интересный момент, я не знаю, птичка полетела, вы захотели ее заснять, вот на этот объектив вы, ну, получаете брак с какой-то немалой, ну, долей вероятности. И это не прикольно. То есть, почему он ощущается как мыльный? Потому что он себя будет хорошо вести, только если вы поставите камеру на штатив и будете снимать на f11. Вот тогда он будет резким, да. То есть, это абсолютно статичная съемка. И то, в чем еще проблема этого объектива для фотосъемки, он, ну, не то чтобы блеклый, потому что вот этот объектив, он по цветопередаче есть, ну, вот именно блеклый, то есть, такой обесцвеченный. То этот низкоконтрастный и приглушенный. То есть, вот я вам покажу. То есть, вот этот, он даже выглядит чуть-чуть ярче. У него, может быть, тест-топ чуть-чуть выше. Но картинка ярче, но и то, и то, оно вот как плоское на фотографии, именно по цвету. То есть, тут, причем, ну, знаете, вот сложная ситуация, потому что это винтажная оптика, и она не рассчитана. Это тот случай, когда объектив действительно не рассчитан на цифровые тушки. Будь у вас 45 мегапикселей, не знаю, 30 или 20 мегапикселей, в любом случае на F4 у вас будет мыло. Ну, на F4 по причине разрешающей способности, а дальше, ну, если вы чуть-чуть не попадете туда-сюда в фокус. Это неприятно. Ну, а на видео матричный стаб, вот он иногда работает, но чаще всего его приходится полировать еще на посте в DaVinci. Если и так, и так, то да, получается, с рук что-то подснять. То есть, я на него снимал специально в RAW видео, и мне результат понравился. Знаете, у меня такой обзор немного сумбурный получается, но я просто передаю свое ощущение, что фотографам бы не рекомендовал, потому что, ну, объектив, который можно воспринимать как F1 на F11, но можно, конечно, снимать портретики на F4, которые, ну, лицо у вас будет, конечно, без прощей, не сильно детализировано, но мне не нравится вот этот процент брака. То есть, на светосильные полтинники снимать проще, мануальные, чем вот на эту штуковину, несмотря на то, что здесь F4. Мне он именно понравился при видеосъемке из-за очень плавной картинки, то есть, вот эта приглушенность, которая на фото воспринимается как низкий микроконтраст, как блеклость. Если вы фотографируете на этот объектив, она, ну, мне лично не нравится. Опять же, учитывая то, что я привык снимать на современную оптику. То есть, это тот случай, когда, ну, действительно, объектив не соответствует этой тушке. Но заметьте, разница между ними 40 лет. То есть, если мы возьмем вот этот 90 какого-то года объектив, там разница между ними, там, не знаю, 25 лет, это отлично сидит просто на R5, на R6, на чем хотите. Вот, автофокусная, ну, еще древний объектив. Но это EF, это L. А здесь у нас FD объектив. И чем мне, вот, что я еще высчитал на форумах, насмотрелся на YouTube, что именно FD оптику хвалят для тех, кто хочет снимать видео. И то, что я, ну, тот контент, который я видел, снятый на FD оптику, действительно выглядит очень мягко. То есть, если вы хотите добиться такой картинки, ну, вот, киношной, то есть, вам нужно набрать, ну, понятно, купить камеру, где есть лог-профиль, там, не знаю, R5, R6, там, вот этот новый R7, или же Blackmagic, там, ну, Fuji. Ну, хотя Fuji, вот, цифровая картинка. У Sony тоже цифровая картинка. Больше так к камерам Blackmagic относятся. Canon, кстати, помягче. То есть, вы хотите получить, ну, C70 вот камера. Если вы хотите создать именно, вот, киношную атмосферу, которая мягкая, не цифровая. Потому что, например, сейчас я себя снимаю на X-T3 в профиле Classic Chrome. Ну, так, по приколу. Но эта картинка, она все равно, ну, она цифровая. Есть вот такое вот ощущение от нее. И даже когда я вот бок о бок снимал, я это заметил на 55-250, объектив тоже блеклый. Но, ну, ну, вот как-то у FD есть какая-то киношность. Это просто на уровне ощущений. Ну, в любых профилях, просто если влоги снимаете, это больше проявляется, это интереснее выглядит. И именно на видео, вот, вот прям круто. Мне реально очень понравилось, как он снимает видео. Я в основном пейзажики поснимал, но я снял из себя, сравнил вот с этими двумя объективами, чтобы вам показать разницу в бокашке. Снимать блог на это настоящее мучение, потому что очень сложно навести фокус. То есть он, ну, короче, на 200 миллиметров без автофокуса с ним себя снимать, это тот еще геморрой. Но именно пейзажи, ну, понимаете, чтобы вам снимать пейзажи, вам нужна все-таки камера на видео с хорошим динамическим диапазоном. Не как сейчас я себе снимаю в студийных условиях, где свет контролируемый. А для пейзажей старые кропы Canon, это, ну, на видео, это просто беда, печаль просто полная. То есть камера должна тянуть по динамическому диапазону. И вот этот объектив, он реально, ну, мне понравился. Да, да. И у него есть, ну, есть какой-то объем, вот именно когда речь идет о видео. Опять же, может быть, кому-то это нравится и на фото, такая приглушенность, мягкость. Но вот я не почувствовал кайфа. То есть если я снимаю на 135-очку, то мне вот прям все нравится на фото. Но он более контрастный, это без вариантов. И почему этот объектив по резкости не воспринимается как резкий? Потому что у него низкий микроконтраст. То есть, например, Sigma Art у них не только высокая резкость, но и высокий микроконтраст. И это вам, ну, еще больше подчеркивает эту резкость. И для фотографов это, конечно, вау, как круто. Но Sigma Art для видео, я считаю, что это трэш-угар. Но мне не нравится для видеосъемки. То этот объектив, наоборот, мне он не нравится, как фотографу. И вы, когда на нем фотографируете, он ощущает, не ощущается как резкий. И, ну, независимо от разрешения камеры, в принципе. То есть он, ну, я считаю, что он не рассчитан на цифровую фотографию. Разве что для тех, кто скучает по пленке. Ну, тогда уже проще сразу снимать им на пленочной камере, там, где все будет одно к другому. Но вот на видео мне он реально понравился. Да, вот для чего я вижу смысл в этом объективе за эти небольшие деньги. А касательно того, что пишут в интернете, вот эти возгласы. Вау, какой он классный. Надо понимать, что, ну, он стоит небольшие деньги. А в этом сегменте, ну, в принципе, когда люди берут такие дешевые вещи, недорогие, то зачастую они слишком оправдывают свои покупки. И, во-первых, ну, тут идет просто, знаете, такое эмоциональное заблуждение. Вау, как круто. Я так мало потратил, а так много получил. Ну, во-первых, это оправдание своей покупки бывает. А, во-вторых, банально многим не с чем сравнивать. То есть, если у человека какой-то, не знаю, старый кит 1855, а их есть очень много модификаций у Канона, там, чуть ли не 9 моделей одного и того же объектива. И старые могут быть мыльными вообще никакими. Если ему не с чем сравнивать, то на закрытых, на f11, он может показаться резким на фоне какого-то еще большего дна. То есть, если вы сравниваетесь с другой какой-то дешевой техникой. Но, ну, вот я говорю свое мнение, что, ну, я бы, как фотограф, не рекомендую. То есть, это не тот случай, там, когда что-то будет вау-вау, прикольное. Там, ну, допустим, тоже какой-нибудь гелиус. Вот мне нравится 81H или 81N, кто как прочитает. Мне нравится больше. Ну, кстати, и контрастный из всех гелиусов. В принципе, гелиусы, там, вот для портретиков прикольно. У этого объектива, кстати, еще важный момент касательно видео. Когда вы меняете зум, а здесь зум очень плавно происходит за счет вот этого помпового механизма, у вас не меняется точка фокусировки. То есть, он парафокальный. И, ну, для видеосъемки это прикольно. Плюс при закрытии диафрагмы у вас бокашка нерваная. То есть, здесь бокашка на любых диафрагмах очень плавная. То есть, с пластичностью, той самой преусловутой, у него все очень в порядке. То есть, у него вот картинка на видео прям очень понравилась. Но, опять же, учитывая то, что автофокуса нет. И еще момент забыл сказать, что здесь есть макро-режим. То есть, если вы, но только на 70 мм, то есть, на 210 мм нет. Вы передвигаете кольцо в кольцо, здесь же оно совмещенное, и зума, и фокусировки. То есть, вы зумируете, делая вот так вперед-назад, а фокусируетесь вращением. И, кстати, для видеосъемки это удобно. То есть, вы можете подзумить, не знаю, сместить точку съемки и перефокусироваться. То есть, вы его передвигаете максимально от себя на 70 мм, вкрутите, получается, куда-то, против часовой стрелки. И он фокусируется на расстоянии, сейчас я вам скажу примерно сколько. Где-то вот так. Вот на таком расстоянии, то есть, это от матрицы. Правильно считать расстояние вот от этого значка. От матрицы. Ну, где-то 50 см на 70 мм. Реально, вы близко снимаете, и закрыв на F11, вы получите довольно резкие фотографии в макро-режиме. То есть, да, это возможно. Но прям его так нахваливать, то, что он контрастный, нет. Он не контрастный. Но рисунок приятный. Да, да. Баке очень хорошее, опять же. Если, ну, на любителе, кому-то нравится делать мягкие портреты, вы не гонитесь за резкостью, хотите за небольшие деньги получить портретник, то можно это взять. Но, я же говорю, мое субъективное мнение, что мне, как фотограф, он категорически не нравится. Мне, как блогеру, он тоже не нравится, потому что навести на резкость на себя – это головная боль. Вот если вы кого-то снимаете или что-то снимаете на видео, то да, прикольно. Ну, вот такой мой вердикт. Но я бы его не переоценивал. Я не утверждаю, что это прям топ-топ за свои деньги, вы за 25 долларов получите какой-то космос нереальный. Нет, нет. Хотите хорошие 70-200, которые хорошие по всем статьям, берите EF-70-200, F4-L, желательно со стабом, чтобы комфортно снимать и фото, и видео. Потому что на телевиках матричный стаб работает хреново, даже на такой топовой тушке. Там, я вскользь упомянул, есть еще FD-F4-L, но дело в том, что она стоит там в районе 200 долларов, а там, ну, просто слишком дорого он стоит, как для мануального объектива. Лучше уже чуть-чуть доплатить и купить EF-L, которые тоже весьма недорогие. А, знаете, я смотрел обзоры, я не видел еще обзора на этот объектив, чтобы он был на тушке Canon. То есть, чуваки его ставили или на Micro, или на Sony. И ты смотришь, как чувак на Sony на это фокусируется где-то посреди поля, на ярком солнце, там поставил на штатив. Я думаю, блин, ну как? Так, на Sony фокус с мануальной оптикой, это такая боль, потому что вы не видите этого экрана, у него низкое разрешение, он маленький, он кропнутый, там же соотношение сторон, не как соотношение матрицы. То есть, что не так с Sony? Ну, меня просто бомбит. С мануальной оптикой Sony это просто полнейший слив. Ну, такое. И, кстати, еще один момент. Так как этот объектив очень-очень старый, то может быть большой разброс по качеству. Какой он идеальный в сферическом вакууме, потому что кто-то мне может сейчас сказать, что а мой экземпляр на самом деле супер-пупер резкий. Типа, это вот мне попался такой убитый какой-то, который не резкий. А у кого-то он резкий, прям с F4 безумно резкий. Вот я просто развожу руками, потому что можно это списать на фактор, ну, радость нищеброда, как я сказал. А может быть, действительно так же вот как среди гелиусов. То есть, у них может быть контроль качества не такой большой. Может быть, они ушатываются со временем. То есть, какие-то экземпляры действительно более резкие, а какие-то менее. Но что лично вы купите на барахолке, никто не знает и референса нет. Потому что, если вы берете какой-то новый объектив, то можете хотя бы прийти в магазин, сделать пару тестовых кадров, вы будете понимать, что он из себя должен представлять в идеале. То в случае с этим объективом, мы не знаем, какой он должен быть в идеале. И, скорее всего, уже никогда не узнаем, потому что они уже давным-давно не производятся. И, ну, в целом, такая рекомендация по поводу старой мануальной оптики. Если вы хотите, чтобы она была резкой, нужно брать фиксы. А зум-объективы, понимаете, и современные зум-объективы не все блещут касательно резкости всех этих параметров. То старые объективы, они, в принципе, не были рассчитаны на цифру. И именно это я и вижу. Вот такая вот тема. Заходите в описание. Я оставлю ссылку на эти адаптеры. И на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok